До такого размера она вырастает за три года. Большего размера, большего количества, очень трудоемкий процесс. Главе города Сергею Сергееву, краевому министру туризма Христофору Константиниде и советнику руководителя Ростуризма Евгению Куделе показывают устриц, выращенных в Анапе. Рядом овощи, продукция местных фермеров. Также у них можно приобрести фрукты, молочную продукцию и мясо. Фермерская ассоциация города-курорта при поддержке мэрии строит оптовую базу в районе Витязева. Частные инвестиции составят порядка 10 миллионов рублей. Фермеры считают, что проект поможет нарастить объемы продаж в местные здравницы. Всего на выставке более 200 участников, в том числе из Геленджика, Темрюкского района, Новороссийска, Горячего ключа, а также Республики Крым. По представительности мы можем судить о том, что она стремится и формируется в региональную площадку, на которой может идти и идет диалог бизнеса, власти, экспертного сообщества для выработки совместных решений в целях максимально эффективного развития отрасли санаторно-курортного комплекса. Сегодня и губернатор ставит приоритет развития как раз санаторно-курортного комплекса туристского в направлении отраслевой части экономики. И данная отрасль позволяет обеспечить развитие всех остальных отраслей. Это и ТЭК, это и транспортный комплекс прежде всего. АНАПА, безусловно, курорт, полюбившийся многим поколениям россиян. Это и известная детская здравница на всем постсоветском пространстве. Поэтому объективно хотелось бы пожелать успехов всем в сегодняшнем мероприятии, укрепления и прежних контактов, и найти новые контакты. Выставка «АНАПА. Самое яркое солнце России» проводится в 24-й раз. Она фактически отражает то, как развивается город-курорт. Только к прошлому сезону было привлечено в общей сложности 2 миллиарда рублей инвестиций. Завершилось строительство нового здания аэропорта, появились новые места для семейного отдыха. Я, как руководитель исполнительной власти территории, убежден, что мы должны не мешать бизнесу. Одна из главнейших задач власти, она решается нами успешно, это безопасность нахождения на нашем курорте отдыхающих и жителей нашего курорта. Поверьте, многое из того, что делается, его невозможно увидеть и пощупать руками. Но делается очень многое. Хотел бы также отметить и усилия главы по развитию инженерных сетей в городе курорте «АНАПА». За прошедшие несколько лет по федеральной целевой программе развития внутреннего въездного туризма «АНАПА» получила приличный объем финансирования, который позволил реконструировать и построить новые инженерные сети. И хочу сказать, что ни одно другое муниципальное образование Краснодарского края, Ростовской области, либо Ставропольского края не смогло это сделать то, чего добилась «АНАПА». Выставка продлится три дня. За это время пройдет более десятка мероприятий, в том числе международных. Обсудят развитие отрасли, поставки местной сельхозпродукции в санатории и гостиницы, взаимодействие промышленности края с санаторно-курортным комплексом. Желающие смогут проехаться по санаториям и пансионатам на автобусе. В выставке принимают участие представители туроператоров всей страны. Фактически с этого момента начинается подготовка к новому курортному сезону. Продолжение следует...